Фонари в Череповце загораются строго по расписанию. Зимой 18 часов. Одни освещают путь автомобилистам вдоль дорог и на мостах. Другие помогают пешеходам на центральных улицах города, в парках и скверах. Зажигать городские огни – задача диспетчера Тамары Перфильевой. Работу светильников она контролирует уже 14 лет. Сейчас о неисправностях сообщает компьютер, а еще 8 лет назад делать все приходилось вручную. Раньше было, и это тратилось очень много времени. Ребята ездили и по всему кольцу объезжали. Это чуть не квартал целый надо было объехать, чтобы это найти. По светильникам определяют, вот где не горит, на какой улице светильники, значит, где-то здесь короткое произошло, короткое замыкание аварийка. А сейчас здесь все автоматизировано намного легче. Как рассказали нам в муниципальном предприятии «Электросвет», в вечернее время суток гореть должны все светильники в городе. Однако после полуночи каждый третий фонарь гаснет для экономии электроэнергии. К слову, экономить коммунальное благо специалисты начали в 2014 году. Именно тогда стали применять энергоэффективные светодиодные светильники. Раньше стоимость светодиодного светильника достигала 36 тысяч. В существующее время, в настоящее, стоимость светильника упала до 5 тысяч, что стало целесообразно применять для энергосбережения. И также применяем лампы зеркальные, которые имеют больший световой поток, соответственно, светильник большей мощности можно заменить на меньший. В этом году по программе энергосбережения заменили 386 фонарей. По подсчетам экспертов, к 2023 году удастся сэкономить примерно 34 миллиона рублей, затратив на покупку нового оборудования 4 миллиона рублей. На данный момент муниципальное предприятие обслуживает почти 10 тысяч светильников и 160 световых консолей. Как рассказали нам в департаменте ЖКХ, праздничную иллюминацию передавали на баланс городу в течение последних трех лет. Напомним, в 2011 году на установку таких конструкций из городской казны выделили более 20 миллионов рублей. На работу оборудования подрядчик дал пятилетнюю гарантию, однако после поломки специалисты не выполнили свои обязательства. Чиновникам пришлось обратиться в суд. Несмотря на проблемы с качеством иллюминации, она активно используется в праздники, а к Новому году ярких огней в городе станет еще больше. То, что было вывешено к дню города, так и останется у нас до Нового года. Но плюс еще добавим на площади революции дополнительные консоли, потому что там будут основные праздничные мероприятия. И там будет традиционно ангел светодиодный, бахроматом светящийся. Светодиодные консоли, по признанию специалистов, после сильных дождей, снегопадов часто приходится ремонтировать. Для этого задействуют автовышку и несколько рабочих. Чтобы заменить светодиоды требуется много времени, но это того стоит. Иначе освещать дорогу автомобилистам и пешеходам будет нечем. Татьяна Жуданова, Егор Пуснин. Новости.